Привет, девчонки и мальчишки. Вот лежу я и думаю, не записать ли мне видео, которое я... Ну, точнее, это будет аудио, которое я уже давно собираюсь записать. Поделиться, так сказать. Тема очень такая щекотливая. Поэтому начать довольно-таки трудно. Будет ролик длинный, потому что быстро говорить о том, что беспокоит, очень трудно. Даже не то, что трудно, а практически невозможно. Я не буду монтировать, не буду ничего вырезать. Ну, кому интересно, у кого есть время, тот послушает. Ну, а если нет, то дело ваше. Да, трудно начать. Ну, начну сразу с главного, что меня беспокоит. Как бы я ни выпендривалась, что мне 35, максимум 38, на самом деле это мне 51. И пару лет назад у меня начался такой женский период, который называется именно пауза. Начался, и у меня начались такие вещи, как приливы. Кто-то слышал об этом, кто-то нет. Кому далеко до этого возраста, еще, конечно, не слышу. Это когда, как я называю, наступает жара в организме. Начинает такая сильная жара у меня. Даже если в комнате прохладно, становится очень жарко изнутри. Прям резко так и прям в пол бросает. Ну, у меня всегда веер наготовит. Я ношу веером. Я замеряла время. Два года назад я ходила коз пасти. И зимой я шла в куртке. Когда наступали эти периоды, я куртку снимала. В общем, раздевалась вообще, как дома. Пять минут это длится примерно, это жара. Потом я одеваюсь вновь. Через... Ну, когда уже подмерзну, так сказать. И вот я засекала время. Сорок минут, в общем, промежутки. Пять минут длится эта жара. Сорок минут нормально. Потом опять. Вот так целый день. Круглые сутки. Я начинала пить медисоя. Это есть такой. В общем, препараты сои должны вроде бы как гормон добавлять. И у меня какое-то время даже цикл возобновлялся. Прям нормальный такой был. И вот этой жары не было приливов. Ну, сейчас опять есть. Ну, в общем-то, беспокоит меня не это. Беспокоит меня другое. Я все не могу никак понять. Точнее, я не могу принять. Я не могу принять то, что у меня пропало желание. Я не могу поверить. Я не могу поверить, что у всех женщин в этот период жизни наступает такая шняга. Так, перед жарой наступила. Снова хоть веером. Продолжать разговаривать. Надеюсь, ветра не будет. Если я прорвусь, я не знаю, смогу ли я потом продолжить. У меня есть еще одно предположение. Может быть, оно, конечно, глупое. Что, может быть, меня кто-то сглазил. Я слышала о том, что можно навести на человека порчу или сглазил. Даже того не желая. То, что вот у кого-то может быть глаз, который сглаживает, может сглазить, точнее. Ну, я думаю, что тут жевать. Это, да, все понятно уже, что я имею в виду. То есть, в общем-то, у меня только два есть предположения. Или это гормональный фон настолько все разрушает в организме, то, что гормон жуткий перестает вырабатываться. Прогестерон, или как он там называется, я уже забыла. А я по этому поводу даже обратилась к врачу. Это было еще до всех коронавирусов. Тогда меня направили на анализы, и выяснилось, что у меня там фибромиомы небольшие. Фибромиомы, но я не помню, как это называется. В общем-то, я сразу послушала врача. Пошла, легла, мне сделали операцию, удалили. И опять я, значит, к врачу со своим вопросом. Он мне сказала, что можно пить. Выписала мне таблетки, которые нужно пить постоянно. Таблетки не дешевые, кстати, очень даже не дешевые. Я в самой дешевой аптеке нашла со скидкой, не помню уже точно, 1200 или 1300. 28 таблеток, то есть меньше, чем на месяц. И пить их надо постоянно, без прерыва. Три месяца я пропила. Я не увидела никакой разницы в том, что меня беспокоит. Хотя побочных эффектов там написано довольно-таки много. Причем даже могут какие-то опухоли от этого появляться, там заболевания вплоть до раковых. Ну, я посчитала, что три месяца это довольно-таки достаточный срок для того, чтобы увидеть эффект. Если за три месяца ничего не изменилось, значит, помочь они мне не могут. Я люблю своего мужа, люблю. И вот головой я очень все у меня прекрасно. Прекрасно отношусь. Нет у меня каких-то сейчас претензий, как вот был один момент. Это, кстати, был тот момент, когда я первый раз начала записывать какие-то откровенные вещи. Такой момент, когда я думала, что это вина мужа в том, что ну, вот так у меня. вот, но сейчас я вижу, у нас много очень изменилось в нашей жизни, в наших отношениях. У нас все лучше. и теперь я уже понимаю, что дело не в отношениях, дело не в нем. Но я не понимаю, в чем уже все-таки дело. я не понимаю. У меня даже было такое, что во время нашего секса скажем так, наверное, нельзя об этом говорить на ютубе. Ну, в общем, я получала оргазм головой, то есть у меня был кайф в мозгу, кайф, расслабление. А там, где хотелось, чтобы тоже было, там не было. И вот я не знаю, то ли мне надо что-то еще делать. Вот я смотрела видео у Юлечки. Работает она в секс-шопе и рассказывает о том, что там всякие средства для повышения либидо. Или либидо, как оно правильно называется, я не знаю. Куда ударение ставить. И я была, хотела уже отправиться в Краснодаре, в секс-шоп. спросить какие-то средства. Ну, как-то у меня очень большие сомнения насчет того, что можно что-то сделать. я все собиралась пойти. Ну, женщина есть, которая этим ну, как бывает, называет бабкой, да, пойти к бабке. Ну, это женщина. Не бабка, женщина. Занимается тем, что там здоровье, как смотрит, но я как бы не очень в это во все верю. А точнее сказать, даже очень-очень мало. Верю. Прям чуть-чуть совсем. И вот хотела я пойти, но не знаю, как, что-то вдруг поможет, не поможет. Ну, в общем, так хотела, что не пошла. Вот уже новый пост начался, а во время поста не принимают. И я уже, думаю, с зимы вот у меня такие мысли. порча, не порча, не порча, что-нибудь, в чем дело. Уже полгода прошло. Иногда бывают такие моменты, когда все получается. Получается все охренеть, как классно, на регулярной основе. Но это так редко. и чтобы у меня это все не парило. Если вдруг меня кто-то услышит, возраст, у кого-то такой возраст. Ну, такой это не обязательно 50 лет. У всех этот период наступает в разный период времени. У кого-то на паузу наступает после 40 лет, у кого-то 40, 42, 44, и так далее. там 47, у кого-то за 50. Если вдруг меня услышат дамы, девчонки, у которых этот период уже наступил, и я понимаю, что вряд ли кто захочет в комментариях это писать, я укажу свой телефон, в комментарии прикреплю, и у меня просьба. Если уж ты дослушала до конца до этого места, слышала мою просьбу, то поддержи меня, пожалуйста, напиши мне в WhatsApp, хочешь голосом, буквами, как это было у тебя, повлияло, повлиял ли этот период у тебя на либидо, на возможность иметь сексуальное сексуальное желание. Хотелось бы мне просто выяснить этот момент, я пыталась в интернете найти эту информацию, и не нашла ничего, там в основном выходят только сайты, которые рекламируют всякие препараты для того, чтобы это вернуть. Но вопрос в том, а кто-то это возвращает, действительно ли это настолько мощный гормональный сбой происходит в организме? И делала ли ты что-то для того, чтобы это вернуть, или смирилась, приняла это? И если, например, ты не принимала никакие препараты, прошел этот период, я знаю, что период, когда вот эти приливы жара моя, так называемая, они проходят. У кого-то полгода длится, у кого-то год, у кого-то, я не знаю, пять лет бывает. У кого-то, может быть, вообще быстро и незаметно проходит. Но вот как после того, как этот период прошел, появляется ли вновь желание? Мне это очень интересно, потому что я никак не могу успокоиться на эту тему, я не знаю, как мне к этому относиться. стоит ли мне что-то предпринимать или принять уже это как данность, как необходимость какую-то природную, что уже ничего сделать нельзя, что-то в общем-то понятно я уже сто раз мне тоже говорить. я не могу сказать, что мне так плохо, что прям вот вообще невозможно с этим жить. Нет. В общем-то нет и нет. Как бы вот когда женщина молодая и здорова в этом плане, да, нет секса долго, она хочет, хочет, хочет и ей надо, но нет и нет. нет и не надо. Когда у меня бывают минуты нежности, когда я подхожу к мужу, целую его, я его, он меня целует. и в душе, в голове мне приятно, а там не откликается, желание не появляется, не возбуждаюся. и вот в такие минуты меня это очень напрягает. Я чувствую себя снежной королевой, холодной, ледышкой. страдаю. Вот так. И в эти моменты я очень страдаю. Происходят эти моменты довольно-таки часто. в день по нескольку раз. Каждый день. Если конечно сравнивать на фоне суток, то из 24 часов может быть 3-5 минут в день мы целуемся. И вот в эти моменты я чувствую себя ущербной. это очень 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 неприятное чувство. Может быть у кого-то было так. Если вот ты слышишь у тебя было так. Ну пожалуйста поделись со мной. Я твоей истории ни с кем делиться не буду. Твоей историей твоим опытом я могу делиться только своим. Я буду благодарна каждому сообщению с любым исходом так сказать событий в вашей жизни. Для меня все это важно. Хотелось бы узнать опыт других женщин в этом плане. спасибо тебе большое что ты дослушала меня до конца сочувствовала наверно. Ну что она не так все плохо жизнь продолжается в общем-то есть и другие радости если вдруг даже не вернется с этим тоже можно жить но я не хочу с этим жить не хочу все нефтенки пока надеюсь мальчишек тут нет если вдруг есть то тоже пока вот такие вот у нас бывают женские переживания мне кажется не каждая женщина даже своего мужчину захочет признаться об этом мужчине не знаю как это в других семьях происходит если только мужчина раньше женщина становится неактивным ничего не хочет но у меня муж молодой активный в общем у нас этим дело все хорошо и вот так ему приходится со мной терпеть такие недугоды ладно все пока сейчас какую-нибудь фотку поставлю скажу это срам на ютуб будут осуждения конечно будет и непонимание со стороны многих гостей гостей когда приходишь не хочешь слушать говоришь ну ладно давай не будем об этом на ютубе все проще выключил ролик и все и не надо ничего слушать все пока и не надо на ютубе и не надо на ютубе на ютубе Продолжение следует...